Такой повод, и Абдул-Рашид стал для меня очень важным человеком, другом. Если он разрешил мне, я открою некоторую завесу за тем, что было. И когда он приехал, я посмотрел на данные МРТ, это буквально, по-моему, второй день был после, на следующий день, да? И я понимал, что вот те кадры, которые вы видели на ковре, если вы еще раз посмотрите, там есть моменты, когда он вот сзади противника, а у него рука вот сюда, он не сопротивляется уже, одной рукой держит здесь, потом разворачивается так. И на самом деле меня, я как бы сказал слова Всевышнему, потому что человека в этот момент могло парализовать. Не то, что боль, а это может быть паралич. Потому что такая большая компрессия спинного мозга. Это наш кабель, который здесь проходит, и все движения зависят от него. И вы понимаете, да, кстати, талант спортсмена, это вот я к тренерам обращаюсь, что во многом зависит даже от функции вот этого спинного мозга. Почему мы разные? У кого-то реакция, чувство дистанции, мышечное чувство зависит от этих нервных структур, насколько они тонко и четко работают. Да, вот скорость рефлексов, восприятие. А теперь представьте себе, что эта структура еще чем-то сдавливается. И здесь вопрос не в том, что у тебя теряется какая-то рефлексия. То есть не только во время схватки ты теряешь рефлексию, а еще и возникает, когда на центральный ствол идет, и опасность жизни. Потому что это кабель, который как свет погас внизу. Много пациентов, которые, к сожалению, парализованы, у которых это произошло. И тогда я не стал давить уже на психику до Рашида. Просто так деликатно объяснил, что без операции не обойтись. И он принял решение сложное. Возможно, варианты были улететь и в другую страну, и в Турцию, и куда-то еще. Но он принял решение остаться в Москве. Это тоже. Поэтому то, что он сотворил, это его путь, и его решение, его интуиция, его интеллект, потому что он принимал решение, как действовать. И вот все, что произошло, вы свидетели, это великий путь. Я сейчас приоткрою, что-то визуализацию сделаю, там, что сказал. Только, я надеюсь, никого не шокирую. Вот это сувенир я ему привелся, я не знаю, вот так. Вот видите, это модель шейного отдела позвоночника. Вот эта вот пластина, она точь-в-точь смоделирована, как вот ловну Рашида внутри. Да? То есть, если вы посмотрите, он даст вам, я ему отдам, если он вам разрешит, что тут эта пластина держит сразу три позвонка. Три. А всего в шейном отделе семь. И между двумя позвонками, да, начиная там с третьего вниз, да, четвертый, пятый, шестой, там стоят специальные импланты. То есть, у него спротезировано то, что там в природе, диски, которые вот на шее держат, они заменены на специальные протезы. Ничего, что я это все расскажу. А вот там вот проходит спиной мозг, как раз, да, который был давлен. Ритрий Николаевич, все не рассказывайте, ему еще бороться нужно. Я думаю, здесь нет его соперников. Я просто одного боюсь. Федерация борьбы, какие-то там федерации могут это теперь считать допингом. Понимаете, что он усиленный, что ему надо бороться с титановыми людьми, а не с простыми смертными, понимаете. Я уже говорил. Вы такие идеи мне подкидываете. Они могут это сделать. Когда его за шею хватали, там вот так вот держали, кто-то волновался. Я говорю, да не переживайте, я говорю, там все нормально будет. Я говорю, ничего с этой шеей они уже сделать не смогут. Там уже все титаново, понимаете. Поэтому Абдул-Рашид теперь не просто танк, он титановый танк. И вот эта конструкция теперь держит шейный отдел позвоночника, а его сердце, его титановый, стальной характер все дополняют. Поэтому только вперед. Спасибо. Ну, когда он написал еще, что это эмблема нашего центра, Московского спинального центра, через него прошли многие бойцы, кстати, да. Целую команду можно по единоборствам сделать, которую мы можем выставить на чемпионат. Вот. И вот это высказывание... По-моему, я слышал, это Абдул-Рашида. Спасибо большое. В одном из телеграм-каналов. А это еще одно высказывание Абдул-Рашид, оно правда Джордану принадлежит, но тоже подходит. Да, правильно. Спасибо большое. Все. Спасибо. Вам спасибо. Я добавлю пару слов. Когда за две недели до чемпионата мира, в 2016 году, и я не мог его вообще шею поднимать. Я вот лежал, я поднимался, вот так держал к шею, вот так поднимался. И когда мои снимки мы скинули от Крас Николаевича, и он говорит, наверное, на этой паре где-то лежит, наверное, в больнице, наверное, и ему когда сказали, что через неделю он будет бороться на чемпионате мира, и он был... Удивлен. Удивлен. И он сказал, ни в коем случае нельзя его туда запускать. А у меня там не было выбора, я представлял такую нашу страну и не мог подвести общую команду. И поэтому поехал, ну, все, что мог я сделал. Но в итоге получилось, как получилось. И оттуда... Но я сейчас благодарен всевышленным хотя бы я оттуда здоровым ушел. Ну, могли бы... И последствия еще больше они могли быть. Ковра уже. Ковра уже. И оттуда, когда я проехал, я вот сразу как раз оттуда уже предупредил, что я приеду, оттуда уже с ковра я полетел в Москву и сразу к нему в больницу. И он мне сказал, что вот так вот так надо все равно оперировать. И... Ну, он мне дал время, я сказал, у меня там... время нет. И он... У меня вот такая запись была, большая, всех, кто это отодвинул. Он сказал, если ты намерен, все уже, я там всех отодвинул. И я тебе... Я время рассчитывал до Олимпиады. Просто я понимал, что вот каждый день... Дмитрий говорит, до чемпионата мира, вот до этого. Нет, тогда... Тогда мы все готовились на Олимпиаде. И когда он мне тогда говорил, что мне сейчас... Мне надо там два дня, чтобы мы строились на эту операцию. Я думал, ну, вроде операцию делать, как это, два дня надо настраиваться. И вот, тогда вообще даже не осознавал, что это настолько такая опасная операция. И вот сейчас со временем понимаем. И сейчас вспоминаю часто ее слова, которые мне говорили, вот два дня настраиваться чисто на эту операцию. Поэтому, Николаевич, вам спасибо за то, что... И вот он мне сказал вот такую сразу, я тебе сделаю эту операцию в том случае, если... И гарантирую тебе, если ты пройдешь реабилитацию, у меня... Я вот где-то полтора месяца вот с этого месяца даже не уходил. И вот уже... Шаг за шаг. Когда я там видел, я думал, слушай, что только мне в голову не приходило. Поэтому, Николаевич, вам спасибо за все. Спасибо. Как я, у Николаевича сотни тысяч, которые поставили. И вот, мы это планировали сделать на Писке, где мы попали, и получилось так, на чемпионате меры, и вот эту победу, я и там сказал, эту победу, я хочу просветить нашему врачу, который, помимо меня, вот когда я ему позвонил, когда мы с вами разговаривали, и он мне сказал, что вот, то, что ты мне это сделал, то, что посвятил, ты мне... дал еще силы. У всех, у всех бывает, вот когда один и тем же бредежим, который занимается, но желание пропадает, мотивация пропадает. Когда он мне сказал, что ты сам того не осозная, уже помогаешь другим. Сейчас на целый год ты мне продел мотивацию и силы, и дальше я буду работать. Это как допинг. Спасибо вам еще раз за шоу. Я коротко только добавлю то, что уже говорил в кулуарах. После такой операции и все имеют право, и большинство идут в поликлинику, чтобы получить инвалидность, потому что она положена. Вот после таких операций смело можно прийти, и мы бы дали вторую группу минимум. Вот честно говорю. А он вместо этого пошел в спортзал... Сейчас не дадут, да? Сейчас мы выиграли. Выходите, что... Он вообще борьбу не бросил после... На паралимпийский перешел. Кстати, кстати... Это отличная идея. Сейчас можно после каната мира зайти в поликлинику, все варианты есть. Да, то есть, потому что он имеет право и выиграть паралимпийский. Нет, 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 нет. У нас другие рекорды не выиграли. Все, спасибо вам. Спасибо.